Всех приветствую у себя на канале. И сегодня вообще изначально я планировал записать видео на улице, но у меня по-прежнему дожди. И сегодня я такой с утра выхожу, думаю, дождик небольшой, но прогуляюсь заодно там, нагуляю какие-нибудь мысли в голове, что-нибудь засниму там в лесу. В итоге я вышел небольшой дождик, но спустя приблизительно минуты, наверное, 3, может 4, я просто понимаю, что фигачит дождь. Прям вот фигачит дождь, несмотря на то, что лежит снег и, в принципе, зимний месяц. И домой пришел, у меня даже куртка промокла, а я на улице пробовал минуты там от силы 10. Поэтому даже сейчас я слышу по подоконнику периодически капли капают, такой дождь со снегом идет. И, короче, съемка на улице отменилась. И вот записываю, короче, из дома, так как погода не летная. И что я в этом видео хочу рассказать. Все вы прекрасно могли наблюдать, либо слышать там в интернете такую историю, что там собакам бойцовским купируют уши для боев, чтобы там в бою не оторвали ухо. Ну и все такое, связанное с этим, то есть с боями. И к чему я вообще пришел, то есть... А, еще, как бы для красоты купируют, да, как бы некоторые думают. Но вот на этом я тоже хочу заострить внимание, почему из-за красоты это купируют. То есть в этом видео я расскажу истинную причину купирования разных частей собакам. И я перед этим скажу вот что. Почему я, собственно, пришел к этому мнению, о котором сейчас буду говорить. Наверняка ты знаешь породу доберман. И я не буду там прям какие-то подробности вдаваться, да я их и не помню. Но эта порода появилась из того, что я читал, следующим образом. Что был какой-то чел, то ли он собирал долги, то ли он разносил деньги там. Вот я точно вот этот момент не помню. Но факт в том, что ему угрожала опасность. И он, вот этот вот чел, вывел породу доберман. И по всей видимости порода создавалась на скорую руку. И именно это повлияло, что собаки делают купирование. То есть, попросту говоря, порода недоработана. Как бы ее вывели, посмотрели, что типа да, по характеру подходит. Но уже не стали заморачиваться там, типа с каким-то внешним видом. Просто взяли и купировали. То есть, главное, что она охраняет и выполняет свои функции. То есть, истинная причина купирования, это попросту говоря, порода недоработана. Вот я пришел к такому мнению, что даже у стаффордов взять, идет тенденция такая, что уши должны лежать. И в некоторых амстаффов, как я понял, сейчас уже уши могут сами собой ложиться. То есть, не быть стоячими. Ну, у питбули, соответственно, они всегда в лежачем состоянии. Насколько мне известно, в редких случаях, когда они там поднимаются. Вот. То есть, вот я такого мнения. То есть, истинная причина, это недоработка породы. То есть, кто-то не стал заморачиваться с оттачиванием внешности. Просто режет. На этом все. Всем пока. И до встречи в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok